Радио России Южный Урал в студии Андрея Мухаммадеев. Мы привыкли к тому, что существует некий стандартизированный правильный речевой русский язык, на котором говорят на телевидении, радио, в госучреждениях, в учебных заведениях. Однако многие наши сограждане живут в своего рода языковых анклавах, где люди произносят слова с заметными отличиями от нормы. Вот что уж далеко ходить, за примерами в столице нашей родины, городе Герои, Москве, многие жители акают, а в Воронеже, к примеру, окают. Эти условные отклонения филологи называют диалектами или говорами. Вот откуда они взялись, много ли их, как они расположились на карте страны? Поговорим сегодня с доцентом кафедры русского языка и литературы Юргучлином, Союза литераторов России Денисом Пелиховым. Денис Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте традиционно начнем наше общение с разбора терминов. Что мы вообще называем диалектами, какими они бывают? Здесь есть несколько смежных понятий, смежных терминов, которые обозначают те отклонения, которые отличают как раз речь нелитературную. Есть понятие говор или другой его вариант, это диалект. Это территориальная разновидность языка. То есть мельчайшая единица, мельчайшая разновидность такого территориального варианта языка. Потому что мы живем на большой территории, и вообще наивно было бы полагать, что язык единый на всей территории, какого бы то ни было государства. Поэтому, конечно, язык разный, и вот мельчайшую такую территориальную разновидность языка называют говором либо диалектом. Ряд диалектов, которые имеют какие-то общие черты, принято называть группой говоров или диалектной группой. Это сочетание таких ареалов, которые имеют какие-то сходные, обладают сходными диалектными явлениями. И, наконец, есть самая крупная единица — это наречие, которое тоже часто встречается. Говор, наречие, диалект. Но в диалектологии, то есть в науке, которая изучает говоры, под наречием понимается группа говоров, которые объединяются на основании общих противопоставленных признаков. И у нас в русском языке есть только два наречия — северное и южное. Они противопоставлены по нескольким признакам — фонетическим, грамматическим. Скажем, для севера — это оконье, для юга — это аконье, для севера — это произношение «г» такого, как в литературном языке, то есть «г» взрывное, как мы говорим, а для юга — это произношение «г» фрикативного или проходного, «г» — это южные говоры характеризуют. Вот что касается терминов. А вот эти влияния на один русский язык с разных сторон, это в связи с чем происходит? Какая-то миграция языков происходит? То есть вы имеете в виду, почему возникают вообще говоры? По каким влияниям особенности диалектов возникают? То есть если мы смотрим, скажем, Дагестан, люди говорят с заметным акцентом. Если мы видим области, которые примыкают у России, например, ближе к Украине или к Белоруссии, там тоже присутствует определенное взаимодействие вот этих языков. И там, кстати, я перебью, простите, там даже очень на границе с этими, с восточнославянскими государствами, Белоруссией и Украиной, возникает вопрос, а с диалектом какого языка мы вообще имеем дело? То ли это диалект украинского языка или белорусского языка, то ли это диалект русского языка. Да, это сложная проблема на самом деле. И такое же влияние оказывают, ну, скажем, внутренние языки народов, которые расположены в России, они также каким-то образом отбрасывают отцвет на применение, словоупотребление русского языка, да? Да, конечно. Но вообще надо говорить о том, что есть вообще много причин, почему язык разный. Некоторые даже, мы даже не можем в полной мере ответить на этот вопрос, почему в одном регионе язык немножко отличается от другого региона. Конечно, это связано с тем, что, ну, большая территория, и вообще даже если уйти далеко в прошлое, да, скажем, в прославянский язык. Собственно, славянские языки, которых сейчас насчитывают чуть больше десяти, если мы берем крупные славянские языки, то почему они развелись из одного прославянского языка, который не имел письменности, но тем не менее это живой язык, и ученые фиксируют, что был такой язык, это не фикция, это именно язык, который можно восстановить, его восстанавливают. И даже есть словарь про славянский лексический фонд, этимологический словарь русского языка, автор Олег Николаевич Трубачев. Почему же языки славянские разошлись? Ну, потому что были, собственно, все славянские языки, они родились из диалектных групп прославянского языка, потому что славяне расселялись, контактировали с другими народами, совершенно верно вы сказали. И, скажем, мы, если возьмем, скажем, белорусский язык, который, ну, пожалуй, наиболее близок к русскому языку, даже если вы слушаете песню на белорусском языке, какую-нибудь там «Косил ясь конюшину», то вы не сразу поймете, что это вообще-то не русский язык. Где-то по некоторым особенностям, фонетическим, может быть, лексическим, да и то не всегда, потому что у нас близка фонетика, в общем-то. И, тем не менее, они разошлись, эти языки. В белорусском языке, например, много полонизмов, то есть заимствование из польского языка, то есть влияние, взаимовлияние и славянских народов, и неславянских народов очень существенно. Когда формируются, скажем, говоры? Есть разные классификации. Вот я сказал про наречия, что есть южная наречия. Кстати, забыл сказать еще про такую прослойку между южным и севером. Конечно, мы понимаем, что не может быть так, что вот в этом городе говорят так, в другом по-другому. Но что-то же есть и среднее, да, то есть есть такая прослойка на карте, диалектологической карте России, где существует среднерусский говор. Это не называется наречием, это такая смесь. То есть это такие говоры, в которых представлены черты и северного, и южного наречия. В общем-то, литературный русский язык, он как раз обладает этими чертами. Что мы считаем литературным языком? Это какой-то строго нормированный язык, нормы которого признаны, которые обладают определенным престижем социальным. Какой говор будет обладать престижем? Ну, конечно, столичный. И если бы наша столица находилась где-нибудь на севере России, то наш язык литературный был бы окающим. И мы бы сейчас с вами говорили, а не говорили. И это не было бы смешно, это было бы нормальное отношение к этому было бы. А поскольку Москва находилась в окружении южно-русских говоров, то, соответственно, в говоре Москвы сформировались такие черты, которые присущи и северным говорам, и южным. А что касается классификации, я вот начал говорить и отвлекся, то говоры бывают не только, их можно делить по территориям, но и по другим основаниям. Например, есть первичные говоры и вторичные. Первичные говоры — это говоры, которые сформировались примерно к XV веку. Это говоры центральной России. Вторичные же говоры — это говоры азиатской части Российской Федерации. Это говоры по Волжье, Кавказу. И для них характерна как раз пестрота. Перейдем чуть подальше. Будем говорить об уральском нашем языке, о челябинском говоре. И скажем, что есть такие взаимоисключающие явления, по крайней мере, я наблюдал во время экспедиции диалектологической. А почему они формируются? Ну, тут нетрудно догадаться, что, конечно, главной причиной, или одной из главных причин, это будет, например, феодальная раздробленность. Если существует более или менее закрытое, отграниченное от других княжества, то, конечно, там будет свой язык, на котором будет вестись документация какая-то и так далее. И этот язык приобретает какую-то литературную форму, и возникают в каждом княжестве свои варианты одного древнерусского языка. И вообще-то древнерусский язык тоже не был единым. Вот мы говорим «древнерусский язык». Конечно, это наивно полагать, что древнерусский язык был один, и мы видим разные документы, в разных документах отражаются разные свойства, и фонетические в том числе. Где-то цокающие, например, пишут «цоловек» через цех, где-то «чокающий говор» и так далее. Конечно, древнерусский язык не был единым языком. Вот как с точки зрения модели всё происходило? Это было похоже на реку, которая из разных притоков к одному руслу приходит, и потом, значит, идёт такая мощная единая река? Либо это как дерево, которое, наоборот, от мощного ствола развивается, расходится в разные стороны? Вот здесь мы как получаем? Мы к какому-то стандарту приходим, или на самом деле, наоборот, разветвляемся в единый такой более общий семью, скажем так, разных говоров, допустим, русского языка? Я думаю, тут надо ответить и так, и по-другому, потому что существует, конечно, влияние других языков, и вот это притоки, ручейки, которые, если метафору развивать, они вливаются в наш язык, ну, скажем, в нашем говоре есть много слов, пришедших из тюркских языков, и наоборот, если мы говорим про развитие славянских языков из единого прославянского единства, то они как раз разошлись из одного языка, при расселении славян и взаимодействии их с другими народами. Ну, давайте тогда уж раз, сколько мы заговорили о диалектах, в том числе вы упомянули Южного Урала, вот к нам на территории вернемся, попробуем определить, в чем у нас специфика. Ну, конечно, когда попадаешь в Москву, довольно быстро режут слух местные аконии, но лично я достаточно много раз слышал о том, что и уральцы определенным таким отличаются говором, во-первых, мы любим очень все довольно быстро говорить, скороговорка, как выясняется, но еще при этом очень часто сглатываем. Видимо, и размер, и все равно остается для нас медленноватым, когда мы даже таратурим, и хотим еще сглотнуть слово и побыстрее чего-то произнести. Ну, я бы хотел сначала прокомментировать слово акония, потому что у нас вот многие слова имеют такое свойство, что есть научный термин, и когда он попадает в речь обыденную, бытовую такую, то он несколько меняет смысл, этот термин. И вот акония, действительно, если мы скажем слово акония, то у большинства, наверное, носителей нашего языка, русского языка возникнет вот именно образ москвича, который говорит так несколько манерно, какие-нибудь слова там «говорит» и так далее. А, распевка. Да, причем там интересно отметить, что распевается вот этот и растягивается, но первый предударный глаз, то есть гласный «а» или «о», который стоит перед ударением. На самом же деле это скорее бытовое такое представление, потому что акония — это такой термин, который означает неразвлечение звуков «о» и «а» в безударной позиции. Вот в русском литературном языке акония — это норма. Мы тоже акаем, просто понимаем это по-другому, да, в научном смысле этого слова. То есть когда мы говорим слово «молоко», мы не произносим «молоко», мы акаем, и это норма, это литературная норма русского языка. Это что касается акония. А что касается особенностей нашего южноуральского «говора», то вот я уже сказал, что наш «говор» — он вторичный «говор». И Южный Урал заселялся выходцами из разных земель, и каждый из них привносил что-то своё, и иной раз даже на территории достаточно близкой, вот, скажем, к Челябинску, есть такие явления, которые не замечаем здесь, скажем, в «говоре», причём именно даже на уровне фонетики. Одно дело лексика, конечно, там лексика в разных городах может быть разной, даже в довольно близких, а вот именно фонетические явления, фонетика всё-таки это более устойчивый уровень языка, и даже в фонетике мы можем заметить такое явление. Например, мы ездили после второго курса, в 2003 году это было, мы ездили с студентами, с ребятами, в диалектологическую экспедицию. Наша задача была собирать «говоры». Что представляет собой такая экспедиция? Мы приехали в село, село называется Серпиевка, это Катав-Ивановский район, и наша задача была собирать слова, записывать их, комментировать, выяснять, что они означают. А у жителей, то есть у носителей диалекта, слова нашего, у каждого из группы или пары, у нас была тройка, три парня у нас были на факультете, и мы объединились. Объединились, да. Из всей нашей команды у нас была тема, мы собирали слова, посвящённые постройке дома и прилегающей территории. Двор, крыша, стропила, все эти слова, которые... И вот тут надо было, самое, пожалуй, забавное, было, помните, сказка, да, что долго жил в городе, что такое грабли забыл. Вот мы так же ходили, а что это такое? А вот на лопатах показывали, а как это называется? И таким образом притворялись, что мы ничего не знаем. Потому что это очень важно, именно чтобы носитель говора дал своё название. Потому что если скажем, а как лопата называется? И он тут же вам скажет, просто повторит ваше слово. А так вот мы спрашивали, а чем вы огород обрабатываете? Он говорит, мотыгами. Ему, что за мотыги такие? Покажите мотыгу. Он, дедушка там такой пожилой, мужчина был, он показывает то, что мы называем тяпка. Я бы никогда не подумал, что тяпку у нас где-то кто-то называет мотыгой. У них в фонетике, мы опрашивали, конечно, старшее поколение там было, и среднее, и младшее, учащиеся старших классов. Они уже говорили на литературном языке. А вот старшее поколение, то есть бабушки, дедушки, уже за 60 или под 60, они все гэкали. Что меня удивило, что в нашем городе такого явления я не встречал, в таком массовом объеме. А там все гэкали. И интересно еще, я отметил, что там были такое явление в речи одного человека, я не помню, много времени уже прошло, 20 лет в этом году получается. Но тем не менее, мне запала в душу и в память речь одного мужчины, такого большого, громогласного, который был не старый, кстати, он был средних лет, но у него в речи была интересная особенность, которую, возможно, это была, конечно, инновация какая-то фонетическая, но вот если это не считать инновацией, то это очень архаичное явление. Он произносил в русском литературном языке есть такое явление, как со студентами мы изучаем, это было, датируется 14 веком примерно, это переход Е в Ё. То есть, когда мы раньше говорили Елка, сейчас говорим Ёлка. Раньше говорила Шел, сейчас мы скажем Шел. То есть Е переходит в Ё в определенных условиях, как минимум три условия должны работать, что, ну, первое, главное условие, это Е должно быть под ударением, потому что мы знаем это изначальные школы, что Ё всегда ударное. Ё не может быть безударной, поэтому Е перейти в Ё не может в безударной позиции. Да, и это датируется примерно 14 веком, потому что есть определенные еще одно условие, например, Е не переходит в Ё или не должно переходить при нормальном течении этого явления перед мягким согласным. И вот, ну, например, мы говорим Ель, а не Ёль, да, все-таки, но при этом Ёлка перед твердым согласным Е перейдет в Ё, а перед мягким не перейдет. И вот перед С, в словах отец, огурец, конец, у нас тоже нет перехода в Ё, мы не говорим отец или конец. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что С был мягкий на тот момент еще, а С отвердевает примерно к 16 веку, и, значит, вот этот процесс, он завершился к 15-16 веку, переход Е в Ё, и дальше уже не происходило. Когда мы заимствуем новые слова, у нас этого перехода уже нет. Да, зебра, мы не говорим зебра, ну, разве что, ну, погоди, да, там вел волк, зебра. И это только для комизма, для создания комического. А так у нас новые слова, уже этот процесс уже не работает. И в языковую археологию мы погрузились для чего? Для того, чтобы сказать, что вот в речи этого мужчины, я еще раз говорю, не знаю, было ли, не замечал у других жителей этого села, но вот у него не было перехода Е в Ё перед шипящими, то есть он говорил, я даже запомнил фразу, он говорил о том, как было хорошо раньше, в его детство, и чтобы даже природа была лучше и сочнее и так далее. И он произнес такую фразу, вот идешь по улице, сорвешь листочек, сосешь прямо мёд. То есть в слове мёд у него есть переход Е в Ё? Он не сказал мёд, он сказал мёд, это я помню отчетливо. А вот сорвешь, идешь, сосешь, он произносил так. То есть если это не считать какой-то инновацией, то это очень архаичное явление. То есть это явление 14 века или до 14 века. То есть нет, собственно, буква Ё, самая молодая буква, именно потому, что это самый поздний процесс, переход Е в Ё. Ну позже только вот отвердение С было. Это связано с чем? Это связано с миграционными волнами, которые проходили через Южный Урал, оседали в каких-то деревнях, сёлах небольших. И в отличие от больших городов, они там сохранились вот свою изначальную специфику. Так я понимаю? Вот возможно так. А тут трудно ответить на этот вопрос. Почему? Что это вообще? Ещё трудно, ещё раз говорю, ответить на вопрос, вообще это архаичное или это явление, или это просто инновация какая-то. Может быть, это, не знаю, в украинском языке, насколько я знаю, нет перехода «евьёв» в глаголах перед шипящими тоже. Ну а то, что касается быстроты речи. Да, быстрота речи. Есть какая-то теория по этому поводу? Теории тут обычно говорят, что на нас влияет говор башкирского, ну как, не говор, а башкирский язык, с которым мы соседствуем. Но вот тут мне трудно об этом сказать. Обычно, да, именно этим объясняют наш темп речи, но я вот на этот счёт, у меня нет никакого ответа, потому что, ну, часто ли мы слышим башкирскую речь, чтобы её перенять? Скорее, мы-то перенимаем уже речь наших родителей, и, возможно, а вот, возможно, те первопоселенцы, так скажем, может быть, на них действительно повлияла речь тюркоязычных народов. Тут у меня нет ответа на этот вопрос. То есть есть предположения, по крайней мере, но твёрдых утверждений... Ну вот, сколько я не смотрел, не изыскивал ответ на этот вопрос, всё-таки пишут о том, что влияние тюркских языков. Но, возможно же, что тюркские народы, например, принимали на себя русский язык и говорили в собственной манере, и, соответственно, вот это сохранилось, да, темпика другая. Что касается восприятия нашей речи другими, то я вам расскажу историю. Моя знакомая рассказывала мне о том, что общалась с саратовцами, жители Саратова просто со смеху покатывались от её речи, причём они просили её говорить, неважно о чём, главное, чтобы говорить, и смеялись не над содержанием речи, а над формой, над темпом речи, то есть настолько, они не понимали, они говорят, мы тебя не понимаем, мы не успеваем за твоей речью и не понимаем, что ты говоришь. И от этого им было ещё смешнее, веселее. Такое вот восприятие нашей речи, что... Между прочим, и обратный эффект происходит, когда ты начинаешь говорить с людьми, которые там, ну, в золотом поясе живут, и темп речи, такое ощущение, что люди засыпают на ходу, да, для нас это немножечко непривычно, мы всё-таки больше стараемся говорить на достаточно ускоренном темпе, в современном как бы стиле, быстро излагаешь, быстро формулируешь. А как можно классифицировать вот вербальные особенности территории, там, значит, набор слов в Питере один, в Москве другой, если говорят железнодорожный путь, там, да, в Москве, то в Питере скажут, платформа, выйти на путь или выйти на платформу. Значит, в Москве это парк, сквер, а в Питере сад, садик. И у нас аналогичная история с Аленой Тезиным, когда разговаривали в прошлый раз, она вот тоже упомянула о том, что в Челябинске ластик, значит, да, а в Миасе стёрка. Интересно, тоже такие различия, как они образуются, почему они проявляют себя? Может быть, между Питером и Москвой есть тысяча километров, да, но между Челябинским и Миасом совсем мало, да, и у нас уже и студенты, которые приезжали к нам, и я проводил такие опросы в первых парах посвящённых занятиях, посвящённых русскому языку, культуре речи, спрашивал, знают ли они, вернее, так я спрашивал, задавал вопрос такой, удивили ли вас какие-то слова, вот вы приехали из Кыштыма, из Миаса, из Златоуста, удивили ли вас какие-то слова? И многие называли, причём называли слова такие, ну, обиходные. Вот я вам приготовил такой список словечек, 10 слов, посмотрите, знаете ли вы все эти слова, они все челябинцы, в принципе. Башить, честно говоря, не сталкивался. Но башить, мы говорили в детстве баш, когда играли в догонялки. Ну да, это о том же. Башить, виходка, вот это, по-моему, из хозяйственного аппарата. мочалка. Мочалку взять виходку. Вот с этим словом как раз часто и сталкиваются. У меня студенты, студентки и студенты говорили, что там спрашивают у меня там соседи по общежитию, у тебя есть виходка? А они говорят, мы не понимаем, что ты говоришь, что это такое. Хотя это вот жители Миаса, Каштыма, вот не так далеко. А то есть это на самом деле такие особенности именно южноуральского? Именно даже челябинского, можно сказать, челябинского, потому что вот жительницы и жители Каштыма даже не знают, не знали. Ну может быть, я ошибаюсь с городом, но вот буквально вот наша область. Ну вошкаться, это понятно. То есть человек долгое время чем-то занимается, и чего тут вошкаешься? Даже не знаю, откуда это к нам. Кажется, что это от вши какой-то. А вот я не знаю. Ловить в шеи-то, медленно чем-то заниматься. Я находил еще, как бы там, правда, была помета, что это Екатеринбургская, вошкаться, то есть через ЖГ. И там было значение совсем не то, которое знаю я, скажем. У меня ваше значение тоже. Я его знаю, то есть долго собираться, Нудно заниматься каким-то процессом. Да. Мелким. Медлительно, да. А в вошкаться, значит, я находил такое значение, что это старательно что-то делать, с упорством. Вот такое значение я находил. Интересно. Галить. Опять же, это про игры. Горбулка. Ну, странно, что такое слово может быть исключительно челябинским или южноуральским. Городская булка. Да. В других городах оно не применяется? Насколько я знаю, нет. Потому что там, во-первых, слово булка у нас, кстати, в нашем регионе. Булкой стали называть, это то, что называется метанимическим переносом, расширение значения. Мы булку, мы скажем, булка хлеба. И для нас не будет каким-то оксюмороном или чем-то несоединимым сказать, дайте мне, пожалуйста, булку чёрного. Ну, я слышал такие употребления. А на самом деле, булка – это белый хлеб, и булка не может быть булка чёрного. Для нас, для жителей Челябинска, вот я такое значение встречал, что булка – это как порция хлеба, буханка. Вот то, что в литературном языке называется буханкой, то у нас называют булкой. Ну, и вот горбулка – это такое вот словечко наше. Гроходка. Тоже я, честно говоря, всю жизнь думал, что это распространённое слово для русского языка в целом. Ну, гроходка – яиц, допустим, да? Никогда не предполагал, что это может касаться только исключительно, допустим, Челябинска или Южного Урала. Кожилица. Ни разу не слышал такого, вот честно говорю. Что это? Это, ну, напрягаться, значит, каким-то образом стараться, старательно что-то делать, ну, именно с напряжением, и даже с перенапряжением. Причём тут интересно, что слово – я не знаю его история, этимология, но если оно происходит от слова «жило», что здесь навязывает, сама форма навязывает этот смысл, да, что вот есть понятие, когда мы говорим «двужильный человек», да, то есть, который, значит, жило, и тут же и Толстой вспоминается с его персонажем, Жилин, да, который дюжит в самую трудную ситуацию. Ну, и говорят ещё «жилистый человек». Да, «жилистый». И вот если это слово происходит от слова «жилистый» или от слова «жило», то в нём сохранилась удивительная такая уникальная приставка или «унификс», как мы ещё называем, уникальная морфема, «ко», которая есть, пожалуй, только в нескольких словах. Это слово «закоулок», где вот это «за ко», где «за» приставка была, «ко» приставка, и вот «ко жилистый» такое интересное словечко. А бабок. У меня почему-то гриб какой-то на ухо приходит. Да, гриб, причём два разных гриба, так называют это, либо подосиновик, либо подберёзовик. В нашем регионе эти грибы называют бабками. Полуторка. Ну, тут в зависимости от того, что подразумевается, либо это машина полуторатонка, либо это квартира полуторатонка. Вот, и квартира – это как раз наше слово. Вот почему машина называется полуторкой, совершенно понятно, потому что, действительно, она полуторатонная. А вот почему квартира называется полуторкой, на этот вопрос ответа, насколько я знаю, нет. Почему? Комната плюс половинка. То есть кухня большая, например, да? Исходили из того, что кухня не маленькая, как в Брежневке, там 3-4 метра квадратных, там, а кухня была шикарная, появились в панельных домах, однокомнатных квартирах, и там же можно было поставить уже диван, там можно было поставить телевизор, там можно было, на самом деле, отдыхать, читать книжки, готовиться к урокам. но вот те семьи, где дети жили вместе с родителями, и это была форма такая, ну, какой-то хоть семейной разобщенности необходимой для людей. Поэтому вот и полуторка, как такое, и не однокомнатная квартира, и не двухкомнатная. А в других регионах, да, она называется однушка, как вот двушка, трешка, и вот однушка. Конечно, слова такие вот с этим суффиксом к и вот ш, да, однушка, они, конечно, вот это ш, к маркируют, что перед нами, конечно, разговорное слово, да, но, тем не менее, вот в других регионах слово полуторка не знают. Ну, и последнее слово стерка, которое мы уже с вами сказали, честно говоря, впервые услышал от вас и от Алены, что это, в общем, такой заменитель ластика, но вот говорят, что в мясе люди совершенно... Да, потому что оно прозрачно, потому что ластик у нас, почему ластик называется ластиком, это вот мы можем сейчас немножко отвлечься и сказать о том, что есть такое понятие внутренняя форма слова. Такое явление, когда морфемный состав слова подсказывает, что оно означает. Ну, например, подснежник, почему подснежником назван подснежником, или почему подоконник назван подоконником, мы понимаем, где это находится, и мы даже, если не знаем, что это такое, но мы знаем, где это искать, что подоконник где-то под окном, подснежник где-то под снегом. Вот, и то же самое вот со стеркой, мы, может быть, даже не знаем, что это такое, но мы знаем, для чего служит этот предмет. То есть функционал описывается прямо в названии. Вот это то, что называется сохранившаяся внутренняя форма слова, да. А почему тластик называется эластиком, здесь уже надо без словаря не обойти. — Ну, потому что это эластичный риск. — Ну, видимо, да. Эластичный, эластик, если считать, что происходит от слова эластичный, то там, видимо, еще происходит какое-то отпадение начального гласного. — Ну, или, может быть, заимствование просто от иностранного языка, потому что с природным словом и эластичность, и пластик. — Ну, возможно. — То есть здесь какое-то наоборот слово, уточнять просто этимологию. — Да, фантазировать можно многое. — Давайте к следующему вопросу переходим. Поговорим о диалектах в литературе, как часто авторы используют для передачи колорита речи, какими-то приемами именно диалекты. Как это достигается, вот этого эффекта? Я, честно говоря, сразу вспомнил этот юморной вариант Эльфа и Петрова. Там просупонилось ясно солнышко, растолдыкнуло лучи по белую светушку. Сел старик Рамуалдыч, понюхал портянку и аж заколдовился. Ну, понятно, что они как раз обыгрывают вот эти диалекты, особенности говоров, и над ними посмеиваются. И похиткивают, очевидно, высмеивая попытку литературную некоторых авторов неудачно передать вот эту речь. Народную, простецкую, я скажу. Сказываю, как мы еще называем, обычно по отношению к Лескову, так говорят. Правда, Лесков использовал не только говоры, но и свои собственные слова, в чем его тоже претензии предъявляли, что таких слов нет. А вот Левша, если мы вспомним, в тульском мастере, там вот многие слова, которые были просто придуманы Лесковым. Мелкоскоп вместо микроскопа и так далее. А вообще, да, в литературе, да, и тут мы можем сказать о том, что вообще-то, когда мы говорим про диалектизм, есть разные виды диалектизмов, потому что, ну, как есть разные уровни языка, мы сказали про оконье, начали, аконье, оконье, это противопоставлено, гэконье, гэконье. И вот это, конечно, фонетические диалектизмы, которые на письме отразить, ну, если и можно, то только какими-то примечаниями. Например, автор пишет, что он человек окол, да, и растягивал там гласный о или что-то там, проговаривал о. Значит, то есть внешне это не будет видно. Ну, разве что акающий говор можно отразить в виде написания «Москва» через «а» и что-то ещё. Ну вот, то есть фонетический диалектизм, как правило, мы не можем отразить на письме, потому что и принято считать, что диалекты не имеют своей письменной формы. На самом деле, конечно, мы все с вами пишем, и если мы используем в речи слова «полуторка» в письменной речи, то, конечно, как бы наш диалект или наши региональные особенности обретают письменную форму, конечно. Вот, кроме того, есть словарь говоров, словарь русских народных говоров. И, конечно, тут приходит в голову, приходит на ум сразу же, на память, авторы, которые как раз в творчестве которых прям изобилие таких вот диалектизмов. Это, конечно, Шолохов, Шукшин, писатели-деревенщики, да, так называемые. Это, если брать с наших авторов уральских, то это, конечно, Бажов. И вот примеры хотел привести из Шолохова роман «Тихий дон», который, в общем-то, там не так, что прям вот в том, в таком виде, как вот вы процитировали Ильфа и Петрова, но там первые, скажем, несколько страниц требуется привыкнуть к этому языку, да. Вот, например, строчка «Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза». Это он общается с Аксиньей. «А ведь иные бабы аж не крады, как мужей проводят». Вот тут, кстати, отражена фонетическая, что проводят на южный манер. «Наша Дарья без Петра толстеть зачинает». Зачинает вместо «начинает», да. «Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала, поправляя волосы, сказала. «Муж, он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим. Не знаю, как батя, должна посля службы. Молодой еще, не женись». Вот диалог двух героев «Тихого дона» — самое-самое начало. Романа эпопеи. Вот мы видим здесь «обженим» вместо «поженим». И тут мы должны сказать, что есть помимо фонетических диалектизмов, типа «гэканье, оканье» или слово «проводят», когда замена окончания второго споряжения на окончание первого споряжения, что, кстати, характерно было для старомосковской нормы. И это как-то даже встречается в речи Булата Куджавы, например. «Все нас из дому гонят дела, дела, дела». Гонят, гнать глагол второго споряжения, но гонят, он поет. Вот, то есть помимо фонетических черт, есть еще слова образовательные. То есть когда у нас слово вроде бы известно, корень тот же самый, а приставка или суффикс какой-то не такой, не такой, как мы ожидаем. «Женить» — что сделать? «Поженить». А у нее здесь она говорит «обженим». Или слово «кровя» вместо «кровь». То есть слово третьего склонения — это такой грамматический уже диалектизм. То есть вместо слова третьего склонения «кровь» мы видим слово «кровя», а слово первого склонения «посля» тоже тут такое вместо «после» — «посля». И «шо» фонетический. И есть, конечно, лексический диалектизм, потому что когда мы говорим про диалекты в литературе, мы сразу же вспоминаем именно словечки какие-то. То есть именно те слова, которые я приводил в примерность, эти чулябинские слова, которые отличают какой тот или иной говор от литературного языка или от других говоров. И лексический диалектизм. Если брать пример наши, уральские словечки, то интересно, что книжка детская, издательство «Стрекоза», «Серебряная копытца», Павел Петрович Бажов. И тут есть такие слова, которые, мне кажется, требуют комментария. А вот я удивился, что нет комментариев к этой детской книге. Здесь такая строчка есть. «Надел тут офидюня пимишки, шубейку ветродуйку, покромкой покрепче затянул». Вот «пимишки», «ветродуйка», «покромка». Три слова в одном предложении. Ни одного комментария, вот как вы думаете, что такое «пимишки». «Пимы» они ещё называются. И вот действительно тут приходится смотреть. Словарь далее даёт такое. «Пимы» — это архангельское, а также пермское, сибирское. Сапоги из оленьих камысов, то есть шкуры с ног. Шерстью наружу. Шкура оленей, причём взятая конкретно с ног оленя. И такие сапоги, которые шкурой наружу, а не внутрь. Слово «ветродуйка» здесь я удаля не нашёл. Но есть другие слова, которые были однокоренные к слову «ветродуйка». Это дырявая шуба, в которой продувается ветром. Поэтому шубейка ветродуйка. И, конечно, детям нужно пояснять такие слова, на мой взгляд. Потому что характеризует, скажем, герой, что шуба у него какая-то худенькая такая была, дырявая. А покромка здесь, опять же, можно догадаться, что это какой-то пояс, видимо. Раз он затянул шубейку, ветродуйку. Даль даёт такое, словарь Даль даёт, что это пермское, опять же, женский пояс, большей частью из суконной покромки, то есть продольный край ткани. Из продольного края ткани. Вот такие словечки. То есть он был отрезан край ткани и служил поясом. Служил поясом, да. А вот, например, в «Серебряном копытце» здесь ещё такое. Ну, тут не так много, но, тем не менее, есть интересные такие наши региональные особенности словообразовательные. Например, когда Дарёнка, значит, провожает дедушку в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой привезти. Какова, я даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Сам про это думал. Да забоишься, поди, одна-то. Вот слово «забоишься» — это исключительно наше такое уральское словечко. Конечно, потому что в литературном языке есть слово «испугаешься», «забоишься», то есть начнёшь бояться, забояться. Такие словообразовательные особенности. В литературе это, конечно, много. Ну, даже в поэзии вспомним Есенина. «Не ходи так часто на дорогу в старом модном ветхом шушуне». И вот это классический пример. В любом учебнике 5-6 класса мы найдём пример диалектизмов. Есенинские такие словечки. «Зеленя». «Как дождик, что весной взрыхляет зеленя». Я когда читал эти стихи, это из «Исповеди хулигана Есенина». Это текст, который изучается в 11 классе. Я удивлялся, почему там нет запятых. Мне казалось, что «зеленя» — это глагол. Деепричастие. «Что делая зеленя». И только потом, много позже, я узнал, что, оказывается, «зеленя» — это всходы хлебов. То есть дождик взрыхляет зеленя. Кого что, а не «что делая», как я понимал. Давайте будем завершать наш разговор. Я предлагаю в конце пару слов всё-таки сказать по поводу того, в наше современное информационное время говоры, наречия, диалекты, они исчезают? Или они остаются и живут? Или всё-таки на них воздействуют современные масс-медиа, современные технологии? Что вообще можно принимать за правильный русский? Есть ли какой-то образец? Ну, образец есть. Он называется «литературный русский язык». И вот тут другое дело, почему то или иное явление считается в одном языке нормой, а в другом отклонением от нормы или даже, может быть, дефектом речи. Например, «картавр» в русском языке — это дефект речи и отклонение от нормы, а в других языках, во французском, это, наоборот, норма. И здесь вот ответа с одной стороны мы можем отчасти ответить на этот вопрос, но в целом нет, потому что всех причин мы не можем назвать. Но самая главная причина, то, что будет считаться образцовым, это, конечно, говор-центра. И вот мы говорим, что есть говор-центр и говор-периферии. Конечно, говор-центр, те, которые близки к столице, они будут считаться как раз нормативными, да, или то, как говорит столица, так и будет нормативно. Если столица не перемещалась, да, как в некоторых государствах, то, как правило, к диалектам, к сожалению, такое формируется отношение. Если человек окает или гэкает, то всё, на его карьере можно ставить кресточный, что он будет воспринят по меньшей мере с юмором, несерьёзно, да, что даже мы помним, как высмеивал тот же Задорнов речь Горбачёва. Был у него такой большой монолог, где он пародировал не только какие-то особенности его речи, путаницу слов, типа, когда он галерея-галантерея путал, да, но и именно говор, то есть вот этот савропольский гэканье и так далее. То есть это вызывает сразу же улыбку, смех, по меньшей мере. Такое отношение именно потому, что у нас такое централизованное отношение, что у нас должна быть норма. И даже когда мы со студентами разговариваем или просто мы с кем-то разговариваем и спрашиваем, а как правильно? И когда говоришь, а нет как бы правильного варианта, а можно и так, и по-другому. И потом, ну а всё-таки как правильно? То есть всё-таки желание вот у людей, всё-таки, чтобы дали им ответ на вопрос, как правильно, что как будто бы есть одна норма. На самом деле нормы есть разные, есть нормы диспозитивные, как мы их называем, то есть которые предполагают вариативность. Вот какого рода слово кофе или там как произносить. Вот сегодня с учениками разбирали слово джерси у Высоцкого, да. В джерси одетый не в шевьет, диалог у телевизора. А словарь даёт правильную норму джерси. Джерси, джерси. А другой словарь даёт и так, и по-другому. Образцовый язык, конечно, есть в том числе в произношении, в словопотреблении. Но какому именно слову повезёт или какому именно явлению повезёт, здесь зависит во многом от случайности. Вот Москва оказалась в окружении южных говоров. Наш язык изначально был северно-русский, поэтому у нас больше черт северных. У нас гэ, а не гэ. У нас есть ряд других, там, иконьи, да, а не яконьи. Мы не говорим вяду, мы говорим виду, веду. Всё-таки это черты больше северно-русских говоров. Но вот и южные говоры тоже повлияли на московскую речь, и поэтому аканье тоже вошло в наш литературный язык. Что касается, как не исчезают ли диалекты. Конечно, исчезают, и это очень печально на самом деле, потому что богатство языка — это не только наличие нормы и классической образцовой нормы, но это ещё богатство в разнообразии. Чем более разнообразен язык, тем он богаче. Это же разные языки, если мы говорим, что языки даже уходят, и это печально, потому что любой язык даёт другой взгляд на мир. И поэтому экспедиции устраиваются для того, чтобы сохранить как можно больше этого разнообразия. Речь молодых людей, молодого поколения, она, конечно, уже стремится к стандарту, потому что люди уезжают из деревень. Речь диалектная — это, как правило, речь деревенская. А отсюда и отношение такое, что если ты окаешь или гэкаешь, то значит ты деревенщина какая-то. Понятно. Большое спасибо. Я напомню о диалектах и говорах. Сегодня мы говорили с лингвистом, доцентом кафедры русского языка и литературы ЮРГУ Денисом Пелиховым. Спасибо за обстоятельный разговор. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова